Россия никогда не делала секрета из темы военно-технического сотрудничества с Сирийской Арабской Республикой. Наша страна давно поставляет Сирии вооружение и военную технику в соответствии с имеющимися двусторонними контрактами. Есть в Сирии и российские военные специалисты, которые помогают осваивать поступающую технику. Как известно, в Тартусе действует пункт материально-технического обслуживания кораблей военно-морского флота России. Передаваемые сирийской армии вооружения предназначены для противодействия террористической угрозе, которая достигла беспрецедентных масштабов в Сирии и в соседнем с ней Ираке. Террористический вызов брошен всему международному сообществу, в том числе и России. Мы, в частности, неоднократно упоминали о том, что в рядах экстремистских формирований и в Сирии, и в Ираке воюют порядка 2000 выходцев из Российской Федерации. Сегодня сирийская и иракская регулярные армии – это главная сила, которая противодействует на земле преступлениям так называемого исламского государства на территориях этих стран. Мы исходим из того, что координация действий с сирийскими вооруженными силами должна быть важным элементом консолидации усилий в борьбе с терроризмом в рамках широкой коалиции, к формированию которой призывал президент России Владимир Путин. В этих усилиях должны участвовать также отряды сирийской умеренной оппозиции, ополчение курдов, основные региональные международные игроки, которые осознают серьезнейшую опасность, исходящую от исламского государства и других террористических группировок. Если с нашей стороны потребуются дополнительные меры в интересах наращивания поддержки антитеррористической борьбы, этот вопрос будет соответствующим образом рассматриваться, но в любом случае на основе международного права и российского законодательства. Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД России.